Я Сергей Никольский. Я рассказываю о голландской живописи Золотого века. Это второе видео про Вермеера. И здесь будет про его живопись. Голландские художники в живописи достигли многого, ушли далеко, а Вермеер сделал еще один добавочный шаг или шажок и оказался впереди всех. Взять, например, рисунок. Голландцы рисовали, в общем-то, плохо. Особенно в начале Золотого века Карел Мандер пенял на слабость рисунка и говорил, что голландцы должны рисовать с натуры лучше и больше, чтобы итальянцы над ними не смеялись. Во второй половине века у голландцев получалось лучше, у некоторых талантов и тружеников хорошо. Например, Терборг рисовал с восьми лет, был маленьким мальчиком, под руководством своего папы. Вот его первый рисунок. Это вид всадника сзади. И постоянное делание набросков сказалось. Терборг – сильный рисовальщик. А Вермеер рисовал лучше, чем хорошо. Он своему рисунку полный господин и не видно никакой натуги. Рисунок Вермеера похож на прическу Анны Карениной. Прическа Анны Карениной была незаметна. И поэтому все видели не то, как уложены волосы, а все видели, как прекрасна Анна. И вот у Вермеера то же самое. Все смотрят на его живопись и думают, а, как красиво, как здорово. А рисунка никто не замечает. Так в живописи и надо. Рука у Вермеера не дрожала. Подмалевок он делал бодро и энергично широкими мазками, что может показаться странно при такой сверх проработанной поверхности. Ненуженому был предварительный набросок, точный и осторожный. Это другие колландцы переводили такой рисунок на холст, а потом его раскрашивали и расцвечивали, боясь сбить рисунок. Нет, Вермеер сбить рисунок не боялся и никогда не сбивал. Вообще это обычная проблема живописцев. Некоторые художники хорошо рисуют, а как только дело доходит до живописи, рисунок начинает казаться хромым и неполноценным. Одно дело хорошо рисовать, а другое дело хорошо рисовать в живописи. Поэтому, когда Вермеер делал подмалевок, он искал композицию, а рисунок будет хорошим, не волнуйтесь. То есть рисунок у Вермеера сделал пятном, там и в помине нет линий, которые обводят или руку, или ухо, или что угодно еще. Чтобы зрителю стало понятно, что это рука, или ухо, или что угодно еще. Ну вот, для примера. Рука женщины из картины, которая висит в Дублине. И вот хорошая, я подчеркиваю, хорошая рука на картине Яна Стена из Брауншвейга. Картина называется «Свадьба Тобиаса и Сары». У Вермеера написано легко и артистически. Видны пальцы, виден поворот руки. И это настоящая живопись. А у Стена это, во-первых, единственный хороший фрагмент на картине, а во-вторых, видно, как он пыхтел, как он потел. И получилось во многом графично. Композиция. В выверенность у композиции большинство голландцев часто пренебрегало, включая Рембрандта. А для Вермеера композиция стала одним из важнейших изобразительных средств. И она у него сразу была в голове. Вот, например, вид Дельфта. Важен тут контур города на фоне облаков. То, что называется по-английски skyline. Так вот, этот контур был определен сразу. И это видно по подмалевку для зданий и другому подмалевку для облаков, которые друг с другом не спорят. Нет там исправлений и поисков. При этом пропорции зданий были чуть изменены Вермеером для большей выразительности. Но этого на холсте Вермеер не искал. Он сразу знал, где и что будет. Только потом он мог чуть-чуть добавить деталей, например, залезть несколькими трубами на написанное уже небо. А так-то сразу все уже было найдено. Наверняка были у него эскизы, хотя ни один такой не сохранился. Кстати, отсутствие эскизов привозят к доказательствам существования камеры обскура. Мол, он все сразу же срисовывал с натуры на холст. Все бы и хорошо, если бы здания были написаны точно. А они-то от правды отличаются. Подмалевок на всех холстах был у него уверенный. Вермеер сразу знал, где что писать. Но когда картина была уже полностью написана, то тогда Вермеер часто изменял композицию. И может быть, в этом как раз его секрет. Потому что представить картину полностью он мог, но когда она была закончена, он видел, что ее можно сделать еще лучше. И он этого добивался. Другие художники запросто продавали свои неудачи или полуудачи. И ничуть этого не стеснялись. Они, конечно же, вносили изменения в свои картины, но часто потому, что этого требовал заказчик. Ну вот, например, Рембрандт. Анатомия доктора Тюлпа. Картина эта была готова. Каждый доктор заплатил за свой портрет. И вдруг еще один доктор захотел свое изображение. Ну, захотел, значит, мы его напишем. И вот ради заработка Рембрандт в готовую композицию встунул еще одну фигуру. Естественно, что композиция стала гораздо хуже. Ну и что? Деньги-то получены. Или же, например, живописец мог написать распятие на стене для заказчика-католика. Я говорю про картину Яна Стэна «Молитва перед трапезой» в Лейденской коллекции. И вдруг по той или иной причине этот заказчик исчез. И картину надо было продавать кому-то другому, вероятно, протестанту. А распятие на стене – это слишком католический момент. Нет-нет-нет-нет. Распятие было замазано, и написали что-то другое. Вот картина, и вот там виден даже след от распятия. Распятие проступило со временем через краску. А с Вермиером было не так. Он переписывал уже полностью готовые места, чтобы сделать выразительнее. Например, он мог сдвинуть карту на стене чуть-чуть влево или чуть-чуть вправо. Ясное дело, что никто ему этого не заказывал. Нет, просто так было бы чуть лучше. И действительно, картина становилась чуть лучше, а потом еще чуть лучше и еще чуть лучше. И вот в результате у нас Вермиер. Именно поэтому думали, что Купидон на дрезденской девушке, читающей письмо, это было такое же исправление. Но оказалось, что это было исправление, но не самого Вермиера. Исправление уже написанных фрагментов у профессионалов называется пентименти. Если вы хотите щегольнуть умным словом. И вот я покажу несколько примеров. Вот женщина с кувшином для воды из Метрополитен. Слева сначала Вермиер написал стул, но потом ему не понравилось. И он решил этот стул замазать. А так как Вермиер писал тонко, то стул через краску теперь проступает. На той же картине карта на стене продолжалась за женскую голову. То есть женщина была на фоне карты. Но потом Вермиер решил композицию изменить и сделал карту меньше. Вот реконструкция того, как было сначала. Я взял эту фотографию с очень хорошего сайта, посвященного Вермиеру. Сайт по-английски называется Essential Vermeer. Я его очень рекомендую. Сайт сделан не профессионалом, сайт сделан любителем. Поэтому там и плюсы, и минусы, которые бывают у любителей. С одной стороны, там много интересного, на что обычно историки искусства не обращают внимания. Ну и много излишней самоуверенности и каких-то утверждений, с которыми я не могу согласиться. В любом случае, если кто-то хочет утонуть и читать про Вермиера, ну допустим, несколько дней, то я этот сайт очень рекомендую. И еще несколько изменений композиции. Картина «Молоченица» из Ряйкса. Внизу, справа, замазана бельевая корзина. И там теперь, вместо этой корзины, ящичек для обогрева ног. Что такое ящичек для обогрева ног? Это небольшой ящичек, сделанный из толстых досок. Сверху просверлено отверстие. И туда, в этот ящичек, вставляется сбоку глиняная жаровня. И поэтому можно сверху на доску поставить ногу, и тогда ей будет тепло. Надо помнить, что Голландия 17 века – это холодная страна. За той же самой «Молоченицей», за фигурой видно непонятное что-то квадратное. Никто не знает, что это, думает, что это или карта, или, скорее всего, камин, который Вермиер потом решил замазать просто белой краской. Еще. Сначала Вермиер написал в корзине только один хлеб, вот этот самый большой. Но потом ему показалось пусто, и он слева написал еще один хлеб, вот эту квадратную буханочку. Раньше ее там не было. За этой буханкой видна прописанная корзина. Для того, чтобы вносить эти изменения в композицию, приходилось писать картины очень и очень долго, потому что написан стул, но для того, чтобы его просто замазать, нужно ждать, пока краска высохнет. А это может быть месяц. Если надо что-то сверху написать, то это пишется опять-таки по технологии с лессировками, и это занимает время. И вот такая настойчивость, бескомпромиссность у Вермиера видна не только в композиции, но и в цвете, и в том, как он изображал пространство, свет, воздух. Да, другие мастера тоже работали неплохо, но они мастера, а Вермиер получше. И еще про композицию. Вермиер очень часто краем холста резал фигуры или какие-то предметы мебели, например. И это его абсолютно не смущало. Он их показывал не полностью, и такое бывало в голландской живописи нечасто. У женщины с гитарой исчез локоть за краем картины. Это вещь для однофигурной композиции небывалая. При этом сам холст цел. Его не обрезали потом. Я уже рассказывал, как проверяют, холст был обрезан или нет. Не всегда это для Вермиера работает. Я расскажу об этом в третьем видео. Но тем не менее. Вот есть подрамник. И на нем натянут холст. Гвоздик, гвоздик, гвоздик. И тут натянуты нити. И вот другие нити, которые идут в этом направлении. Там, где холст прибит к подрамнику, они будут вот такими волнами. И вот если эти волны видны, значит холст не был обрезан. Если же этих нитей нету, значит его когда-то обрезали. Здесь эти волны видны. Кроме того, этот подрамник сохранился с 17 века. Это оригинальный подрамник Вермиера. Это большая-большая редкость. Подрамников с того времени почти не дошло. И вот еще раз сама картина. И такое обхождение с фигурами показывает, что для Вермиера главным был не сюжет, не анекдот, а нечто другое. В «Женщине с гитарой» самое главное это то, как рука, держащая гриф гитары, выступает из пространства. И она показана на фоне самой удаленной от нас части комнаты. На фоне угла. А обрезанная рука, которая касается струн, она выводит женщину прямо на нас из-за грань картины. Это очень современный подход. Когда пишешь пространство или свет, то совсем не важно, стул там целиком или нет, локоть виден или нет. Главное это пространство. Ну, еще пара слов о цвете. Цвет Вермиера отлично сохранился. Сохранились синие, желтое, красное. Даже зеленые, в общем-то, не пропали. Вермиер писал по светло-коричневому грунту, как большинство голландцев. Но если голландцы уводили картины обычно в коричневость, то Вермиер, он картину из коричневости выводил в белое, что-то светлое и во что-то цветное. Натура. Вермиер писал с натуры. Потому что написать так, без натуры, просто невозможно. Надо было увидеть, надо было понять и после этого уже можно было натуру изменять, чтобы стало еще реальнее. Например, карты на картинах Вермиера, они все имеют реальные прототипы и некоторые из них сохранились. Детали там очень точны. Карта из аллегории живописи до нас дошла и она хранится в Национальной библиотеке Франции. Правда, только центральная часть, гравюры городов по сторонам пропали. Дошла она только потому, что это набор из девяти гравюр, который ни разу не склеили вместе, поэтому карта и сохранилась. Карта из дублинского солдата со смеющейся девушкой сохранилась в музее в Хорне. Вот, можете посмотреть, в каком она состоянии, как потрепана. А вот детали. У Вермиера очень детальное и точное воспроизведение оригинала. И что интересно, у Вермиера это живопись. Хотя он и изображает напечатанную гравюру, а все равно это живопись и мастерская. Картины у Вермиера качуют из одного его холста в другой. Вот картина Бабурена. А вот у Вермиера то ли та же самая картина, то ли одна из копий с нее. Вот Римское Малосердие. Здесь видно чуть-чуть. Но ученые действительно работают. И вот они нашли картину, нашли оригинал. Картина неизвестного художника. Есть еще вещи, про которые понятно, что они были у Вермиера. Например, это желтая женская одежда, отороченная мехом. Она всплывает на нескольких его работах. Например, вот или вот и еще здесь. Кроме того, она упоминается в посмертной описи имущества. Одежда тогда была дорогой и бережно хранилась владельцами. Сейчас многие ученые соглашаются, что интерьеры Вермиера более или менее вымышлены. Нет, он писал, конечно же, с натуры, но потом он вносил изменения, чтобы пространство стало еще реальнее. Это похоже на кино. Если не подбирать специально актеров, если этого актера не загримировать, если не осветить его десятью разными лампами, не поместить на фоне декорации, а не дай бог на фоне реального дома, если не дать этому герою Феррари, то мы подумаем, этот фильм какой-то нереалистический, это какая-то ерунда. То же самое с интерьером. Нужно его изменить, чтобы показалось, что это правда. И вот Вермиер натуру всегда изменял. Я уже говорил в прошлом видео про картину нахождения Моисея, которая в холсте эта картина совершенно огромная, а в астрономе она маленькая. Да, написано с натуры, но Вермиер сам господин и бог в своей картине, и поэтому он изменяет то, что пишет, как хочет. Про витражи на окнах. Витражи на окнах Вермиера повторяются, но они все почти изменены. Есть у Вермиера один сложный оконный переплет, который повторяется на восьми картинах. И изменяется, постоянно изменяется художникам несколько раз. При этом размер окон тоже гуляет, то больше, то меньше. Дважды, а на картинах из Брауншвейга и Берлина на этом витраже изображен герб. Причем герб вполне определенной семьи, с которой Вермиер ну никак, никак не мог быть знаком, и к дому которых не имел никакого отношения. Это совмещенный герб Модоса ван Недервейн, умершего в 1624 году до рождения Вермиера, и герб его жены Янити де Фохель, которая умерла на 20 лет раньше, в 1604 году. А вот картина из Дублина, где в центре уже совершенно другой мотив, а вот из Нью-Йорка, из Метрополитен, и там опять совсем все по-другому. Если витражи могли быть Вермиером взяты в качестве реквизита у кого-то, то какая была натура, модель для люстры, которая в аллегории живописи у Вермиера вообще непонятна. Дело в том, что такие люстры постоянно на картинах голландцев и вот у Вермиера тоже, на самом деле таких люстр в Голландии почти не было. Это было ужасно дорого, и они были только у нескольких богатых людей. Мы это знаем по описям, по смертным описям имущества, когда опись за описью, опись за описью и нету люстры, нету люстры, нету люстры, и вот в одном списке из тысячи списков вдруг такая люстра появляется. То есть, да, были, но у супермиллионеров. Люстра написана превосходно, очень убедительно, и вот тут действительно противоречие. Как он мог такое написать, если у него не было натуры? Или все-таки была? Я не знаю. Последним важным каталогом Вермиера это Вальтер Литке 2008 год автор сравнивает посмертную опись Лещей Вермиера, которая сохранилась с его картинами, смотрит, что на картинах из этого списка есть, а чего там нет. Ужасно интересно. И вот сначала о том, что находится на картинах. Ну, одежда, отороченная мехом, женские домашние куртки есть и в списке есть и на картинах. Упоминается там зеркало в беновой раме. Вот оно на картине. Упоминается распятие. Вот на другой картине. Упоминается картина с морским пейзажем. Есть на картинах Вермиера и морские пейзажи. я не знаю те же или самые но есть. Вот картина с распятием. Картина с Купидоном. Ну, все мы помним этих Купидонов. Упоминается в посмертной описи золоченые обои из кожи. Вот они на аллегории веры. Упоминаются кувшины. Ну, понятно, знаменитые вермейерские кувшинчики. Упоминается жаровни в ящичках. Помним на молочнице? Помним. А вот что можно увидеть на холстах вермейера и чего в доме не оказалось. Там не было шпалер и гобеленов. Вермиер не владел ни одним ковром, который у него повсюду на картинах и написан с натуры. Не было у вермейера ни одного музыкального инструмента, а есть, на картинах есть. Не было у него китайских ваз, например, вот таких. Не было у него китайских же чаш из фарфора, нету в списке элегантных шкатулок для украшений, не нашлось ни одного письменного прибора, нет посеребренных кувшинов и блюд, нету там ни одного глобуса, ни одной карты. Да, карт тоже у вермиера дома не было. Почти наверняка все эти предметы для своих картин вермиер арендовал. Ну, и у вермиера еще не нашлось дома ни одной камеры обскора, как, впрочем, и в других описях голландских художников. И, конечно, не было ни у кого в Голландии таких огромных жемчужин, как у женщин вермиера. Вообще жемчугов в Голландии было мало, только у принцесс аранских, ну и нескольких миллионеров, а у вермиера на картинах обычные люди, а не миллионеры. Снова та же самая логика художников 17 века, которая похожа на логику современного кино. У женщин там жемчуга, 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 а в нашем кино у любого солдата, который увольняет из спецназа, дома хранится 10 паспортов на разные имена, ну, вероятно, так у всех солдат бывает, и никого это не смущает своей неправдоподобностью. И тогда нормально, и сейчас нормально. Такой же стандартный на голландских картинах, но почти не существующий в реальности деталью, были мраморные двуцветные полы. Мрамор был и слишком дорог, и не подходил холодному голландскому климату. Нужно всегда помнить, что 17 век это малый ледниковый период. Откуда мы знаем, что таких полов не было? Археология и описи, и планы архитекторов. Полы появились потом, гораздо позднее, в 18 веке, а тогда их не было почти ни у кого. А на голландских картинах они все время. Вот как здорово, вот как богато. Если сейчас турист побывает в Голландии или в Бельгии, то он эти полы увидит. Однако все это реставрация. Это новодел, который основывается, конечно же, на голландской живописи. Сделаем там, как было на этих документальных изображениях голландских интерьеров. Вот такая смешная ошибка. Итак, Вермея работал с натурой, но работал с натурой так, как надо. Потому что нельзя натуру ни рабски копировать, ни полностью выдумывать. Сейчас про неточности. Задача художника сделать похоже и даже похожее, чем на самом деле. Как бы это объяснить? Допустим, вам надо сделать свою фотографию. И у вас есть фотограф, а у фотографа на вас есть целый день. И вот начинается съемка. Съемка с этого угла. Ах, не совсем то. С другого угла. Опять не совсем то. С третьего угла. И так 10 раз, 20 раз, 30 раз. А вот здесь волосы немножко как-то они сбились, надо их по-другому. А вот тут надо пудрой, а вот тут надо гримом, а вот лампу мы переместим. Делается 100 разных снимков, и все не то. И вдруг делается один снимок, и там вы в фокусе. И понятно вам, что это вы. И фотографу понятно, что это вы. Вроде бы тут есть противоречие. Вот было 100 разных снимков, со 100 разных углов, 100 разных вариантов освещения, это все не вы, не вы, не вы, не вы. Так может быть те снимки неудачны, это вы, и все-таки 100 сравнить с одним. А вот нет. Если вас узнают на улице, то узнают именно по этому удавшему снимку, по этой фотографии. И для того, чтобы вышло правдиво, натуру надо изменять. Точно так же, как гримируют актеров, или гримировали вас в фотостудии. И вот для примера, как Вермеер правдой пренебрег ради большей выразительности. И начну с воображаемого мраморного пола. Это аллегория живописи, которая висит в Вене. Если присмотреться, то угол черной мраморной плитки должен быть виден справа от ноги художника. Но если там написать этот треугольничек, то объемность ноги в чулке будет нарушена. И вот ради объемности, чтобы нога стояла колонной такой на полу, ради выразительности рисунок пола изменен, темный контур справа ничего не разбивает и никому это не мешает. Следующая картина. Астроном. За астрономом мы видим шкафчик. И вот правая его сторона, она светлее, чем стена за ним. Этот шкафчик виден над головой астронома, и он продолжается вниз. И по идее грань эта, которая сверху, должна бы продолжаться и ниже. Но Фермиер понимает, что небольшое темное пятно слева от головы будет отвлекать от профиля, от человека. А потом он просто игнорирует натуру и замазывает это темное пятно. Что? Там должна быть грань? Ха-ха, ну и что? Я ее не буду изображать, она мне мешает. Теперь молочница. Исчезающая точка. То есть та точка, которой по законам перспективы сходятся параллельные линии. Она находится над левой рукой молочницы. И точка видна невооруженным глазом. Именно туда втыкал Вермиер свою булавку. Я расскажу чуть позже. Исчезающая точка всегда лежит на линии горизонта. Вот здесь она показана розовой линией. И на все, что под линией горизонта мы глядим сверху. И тут по идее мы должны были бы видеть молоко в кукшине чуть сверху. Потому что он находится под линией горизонта. И вот другая розовая линия приблизительно показывает как должно было быть. Но тогда эффект льющегося молока был бы смазан, был бы утрачен. А это менее выразительно. И вот не нужно нам правда, а нужно чтобы было здорово. Вообще неточностей таких много. Только знай и лови. Женщина с кувшином для воды из метрополитов. Ковер отражается в блестящем тазике. А отражается то он неправильно. Если мы посмотрим на пятна узора, то мы их на тазике не увидим. Там отражается нечто совсем другое. Иногда кажущиеся ошибки оказываются не ошибками. Вот та же самая молочница. Я не знаю обратили бы внимание на стол, который там. Это шестиугольник. Некоторые пеняли Вермееру, что ах, как тут непонятна перспектива, непонятно, что это за мебель. На самом деле это восьмиугольный стол-тумба с двумя открывающимися крыльями. Что такое стол-тумба? Это небольшая столешница и сбоку открываются две дополнительные поверхности, если надо. Так вот, у Вермеера одна закрыта, а вот тут молочница работает. Так что это не фантазия, а обычный стол, удобный в небольших помещениях. Я уже говорил, что все свои перспективы Вермеер немного изменял. И вот эти немного неправильные перспективы сейчас являются полем битвы между лагерем, который выступает за камеру обскура, и лагерем, который выступает против. Те, кто выступает против камеры обскура, говорят, ну, если перспектива нарушена, то, конечно же, Вермеер ее строил как-то по-другому, поэтому он ошибся. Те, кто верят в камеру обскура, говорят, нет, нет, абсолютная правда, это вам кажется, что тут есть ошибка. На самом деле ни права ни те, ни другие, потому что неважно, как Вермеер строил свои перспективы, он их делал не самоделишными, а он их делал реалистичными, то есть он натуру немного изменял. Как Вермеер строил свои перспективы, он их строил по линейке, ну, вернее, по ниточке. В холст втыкалась булавка, дырки, дырочки от этой булавки сохранились и видны до сих пор и часто невооруженным глазом, их заметили не сразу, заметили их при помощи рентгеновских снимков, а потом рассмотрели и увидели, ох, да они почти везде есть. И вот к булавке привязывалась ниточка. И где нужно было эту нитку, Вермеер обводил угольком. Если нужна была другая линия, ниточка поднималась и ее он обводил угольком. Так строились перспективы, очень прост, ну и без всякой камеры обскура, разумеется. Детали и точность. Вермеер, не стесняясь, использует все те мотивы, которые использовали художники его времени. Например, гвоздики. Покажу несколько гвоздей. Вот у Вермеера в молочнице целых два гвоздя. А вот гвозди у других художников. У Питера де Хоха на картине. А вот гвоздь у таинственного якоба Вреля. Ну что ж, хороший мотив, все его используют. В той же самой молочнице одно стеклышко в окне разбито, а под ним другое с трещиной. Все пользовались этими мотивами очень-очень выигрышно, очень реалистично. Вот такие же стекла у Герри Тедоу в молодой матери, и вот на той же самой картине Духоха, которая была, тоже такое же разбитое стекло. Смотрите, как здорово. У Доу и у Вермеера видно, что стекла не мыты, что там пыль, и они задерживают часть света. У Доу небо в разбитом окне кажется голубее, чем рядом, а у Вермеера из разбитого стекла свет белый дневной ярче, чем тот, который рядом, и Рамован тоже сильнее освещена. При этом у Доу это графика, а у Вермеера опять это отличная живопись. И Вермеер о мелочах заботился. Например, женщина из Метрополитена, которая уже несколько раз тут была, она открывает рукою окошко, и вот рука там, где она ближе к источнику света, она освещена сильнее. И именно так художник открывается пространство в своих картинах. Внимание к деталям у Вермеера самое пристальное. На стуле порвана обивка. Чуть-чуть, немножко, не сразу заметишь. А вот на стене ямки в штукатурке. Некоторые предметы с его картин дошли до наших дней. Ну, почти дошли. Вот изразец, который очень похож на один из изразцов в молочнице. Он находится в частном собрании, этот изразец. А вот другой, чуть менее похожий, но зато его сейчас можно купить за 50 евро. В одной единственной картине Вермеер заботился о смыслах, а не о предметах. И во всех смыслах эта картина неудачная. Это аллегория веры. Вот она. Для того, чтобы ее написать, Вермеер использовал знаменитую книгу с эмблемами иконологию Чезария Риппе, которая была переведена на нидерландский в 1644 году. Про символизм в живописи я сделаю несколько видео, а пока скажу, что эти книги с эмблемами однажды считались едва ли не самым главным источником вдохновения голландских художников. Это мнение было в 70-х годах XX века. Сейчас от этой точки зрения отказываются. Что такое книга с эмблемами? Книга с эмблемами это развлекательная книга, где приводится какое-то изображение, а потом говорится, что там и почему. Так вот, у Риппе в книге четыре веры. Имеется в виду вера в Бога. У каждой фигуры свои символы и свои объяснения, и Вермир использует только две эти фигуры, сводит их на своем холсте вместе. Женщина в белом одеянии, и эта одежда белая символизирует свет и чистоту. Голубая одежда означает небеса. Рука на груди указывает, что в сердце находится живая вера. Краеугольный камень, раздавивший змею, представляет Христа, победившего сатану. Ну, тот, кто помнит Евангелие, помнит, что там говорится про краеугольный камень, что Христос это краеугольный камень. Яблоко надкушенное напоминает о первородном грехе. Мир под ногами веры, который упоминается у Риппы, здесь превратился в глобус. Интересно, что мы знаем, кто этот глобус сделал. Его автор Хендрик Хондиус. Какие-то вещи это распятие на стене и на столе, потир, они добавлены Вермеером, и у Риппы в описаниях они не встречаются. Про остальное символизм у Вермеера разговоры лучше не начинать. Как я сказал, искать символы в живописи раньше было очень модно, сейчас этим занимаются или провинциальные ученые или журналисты, которые научную литературу обычно не читают. Здесь кончается второе видео про Вермеера, будет и третье. Спасибо за внимание. Продолжение следует...